Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардии пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В январе-феврале 2022 года в городе Москве и Московской области, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия, Алания и Саха-Якутия, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 18 автоматов, 6 пистолетов-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, свыше 17 килограммов взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат, более 27 тысяч патронов различного калибра, основные части, комплектующие огнестрельного оружия, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра. Прекращена деятельность 26 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операция проведена при участии сотрудников УФСБ России по Тверской области. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается. Московский районный суд города Твери в ближайшее время определит судьбу председателя ТСЖ Волоколамка-23. В видении именно этого ТСЖ находится дом, с крыши которого 11 февраля на 10-летнего мальчика упала ледяная глыба. По версии следствия, 11 февраля с крыши дома номер 23, расположенного по Волоколамскому проспекту города Твери, на малолетнего ребенка упали снег и налиц, в результате чего мальчику были причинены многочисленные телесные повреждения и травмы головы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. С полученными повреждениями ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы. Услуги ТСЖ Волоколамка-23 по управлению этим многоквартирным домом не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, так как по состоянию на 11 февраля своевременно не производилась очистка крыши здания от снега и наледи, что привело к падению наледи на ребенка. На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры, следователи и криминалисты регионального следственного комитета. 11 февраля на основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган, Московским Межринным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по пункту УВ части 2 статьи 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. О решении суда по избрании меры пресечения председателю ТСЖ Волоколамко-23 мы сообщим в следующем выпуске патрульной службы.